Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собрался затеять грандиозный ролик. Ну, правда, не грандиозный, он простенький такой, но сам рецепт для меня очень длительный. Я хочу приготовить сыровяленную колбасу. Перебрал целую кучу разных рецептур. Мне понравился состав пряностей, не рецептура, состав пряностей для миланской солями. Я провел слепое тестирование среди, так сказать, членов своего семейства. Подставил кучу баночек для одного варианта, для другого, для третьего баночек с различными пряностями. И на семейном совете было принято решение готовить по одному из них. И сейчас я и приступаю. У меня для этой колбасы закуплено говядина. Взял самые дешевые куски, какие здесь продаются. Это куски мышц с очень большим количеством соединительной ткани. Это мясо, в принципе, очень хорошо тушить. Стоит оно, самый дешевый сказал, да, чтобы вы понимали, стоит оно 9 евро за килограмм. Более-менее приличные куски, без такого количества жил, умещаются в 13-14 евро. Это, конечно, надо все срезать. Кроме того, свиная шея вполне себе приличная, как вы видите. И грудинка. Грудинка на шкурке. Шкурку я сейчас срежу. Все это мясо надо измельчить на мясорубке, на самой крупной решетке, засолить и набить в оболочке. Поехали. Начну я, собственно говоря, вот со срезания пленок с говядины. Естественно, для удобной и быстрой зачистки куска мяса нужно вооружиться острым ножом. Перед такой ответственной съемкой я лезвие своего любимого Самура Хайкарбон и подправляю. Чего и вам желаю. Я буду колбасу сегодня готовить со стартами. У меня завалялись в холодильнике, взятые у Павла магазин ем колбаски, старты без со старт. По своему разгильдяйству я оставил их храниться в холодильнике, а не в морозильнике. А на упаковке написано, что у них срок хранения 2 года при хранении в морозильнике при температуре минус 18, а при температуре плюс 4, плюс 6, какая у меня, собственно говоря, там всего полгода. И эти культуры пролежали лишнего в холодильнике уже больше полугода, то есть не полгода, как срок годности прошел. Но колбасы все-таки хочется. Я написал Павлу в фейсбуке, попросил консультации, говорю, можно готовить, нельзя. Он говорит, просто увеличь 2-3 раза количество и смело готовь. Вот и проверим, насколько хорошо у меня они сохранились. Получится колбаса или не получится, самому интересно. Зачистил, конечно, не очень аккуратно, но будем считать, что вот так сойдет. Это надо нарезать на кусочки удобные для мясорубки. Этим займусь чуть позже. Также нужно будет нарезать свиную шейку на кусочки удобные для пропускания через мясорубку. Ну а сейчас займусь снятием слоя шкурки с этой замечательной грудинки. Грудинка, видите, имеет и сало, и мясо. Причем хорошее темное мясо. Надеюсь, что это даст хороший цвет колбасе. Поехали. Слишком острый нож наточил. Срезает даже шкурку всю. Да, может, потому что у меня просто руки-крюки, так получается. Ну вот, зачистил более-менее. А эту шкурку, только нужно с нее срезать оставшиеся кусочки сала. Эту шкурку ни в коем случае выбрасывать не надо. Из нее варится прекрасный белковый препарат, как он называется в книгах-справочниках по колбасному делу. Или, как он называется у немцев, швартенблок. То есть это, по сути, такой концентрированный коллаген получается. Если его добавлять, как вы знаете, в соситочные фаши, в сарделичные, в вареные колбасы, то он дает такой очень липкий сок мясной, очень классный. Вот это тут сало тоже отправлю в колбасу. Все, а это швартенблок. Ну и давайте нарежем все. Что касается рисунка колбасы, если нарезать сало ножом, мелкими кусками, а не перемаловать через мясорубку, то он более ярко выраженный будет иметь вид в колбасе на срезе. Если пропустить через мясорубку, то колбаса будет более однородная. Вообще, что касается колбасы, я уверен, что если вы займетесь домашним колбасированием, то уже на третий-четвертый раз будете придерживаться не точного рецепта по пряностям, по прочему, а придерживаться ощущения, чего вам хочется. По моим наблюдениям, очень быстро проходит тот момент, когда хочется делать все идеально, повторяя какие-то рецепты. Нет, они тоже, конечно, важны для понимания техники, для понимания того, что в результате получается при изменении тех или иных параметров. Но на самом деле, не стесняйтесь экспериментировать, мне кажется, это очень важно для получения большого удовольствия от процесса приготовления пищи вообще и колбасы в частности. Как вы видите, вот часть я грудинки нарезаю достаточно крупными кусочками, то есть получается кусочек сала, наверное, где-то 8 на 8 миллиметров, или 6 может быть. Ну вот, а остальное все, сало, я буду пропускать через мясорубку. Говядину всю нужно пропускать через мясорубку. Ножи возьму с диаметром отверстий 8 миллиметров. Это самые крупные ножи, какие у меня есть. У меня комбайн Кенвуд, вы знаете, к нему ножи только те, которые сам Кенвуд выпускает. Если вы имеете возможность обмолоть все это дело на механической мясорубке, на старой, то поищите в интернете очень много, кто делает специальные ножи для этой мясорубки, ну, круглые накладки, с отверстиями разных форм и, главное, размеров. Можно вполне найти ножи с размером отверстий, там, в сантиметр, в полтора в диаметре. И на этих ножах приготовление колбасы превращается в еще более удобную штуку. Не нужно вот так вот, как я сейчас чирикуюсь, нарезать куски мяса. Можно через мясорубку пропустить с такими ножами. Вы получите еще более крупный помол. Чем крупнее помол мяса в колбасе, тем более она четкую структуру имеет, красоту. Чем более мелкая, тем более она однородная. Можно комбинировать, как вы прекрасно понимаете, очень мелко, ну, очень это, там, 6-8 мм в диаметре отверстий фарш. Такой приготовленный с фаршем на крупных ножах порезан. Это будет, соответственно, и текстура интересная такая, с кусочками, и однородность, которую создаст вот этот мелко порубленный фарш, который облепит крупные кусочки. Короче, фантазируйте и пробуйте. Пока я болтал, уже умудрился и говядину порезать. И осталось свиную шейку. Что касается свиной шейки, взял ее только потому, что в наличии не было в магазине ни плеча, ни окорока. Конечно, шейка дороговато для того, чтобы ее пускать на колбасу. Ну, разница с окороком в этом магазине небольшая. А ехать на рынок мне было вчера лень. Ну что, я все дорезал. Можно переходить ко второй части, то есть к прокрутке через мясорубку. Через мясорубку пойдут вот эти вот куски. А вот это вот, то, что я нарезал достаточно мелко кусочки сала, которые будут создавать рисунок. Сейчас нужно отправить в морозилку и подморозить, чтобы кусочки были более крепкие и при вымешивании не размазывались. Вообще, по-хорошему, если бы у меня было только хребтовое сало, то его после нарезки на такие кусочки, его можно было вообще обдать кипятком для того, чтобы смыть с поверхности каждого кусочка сала вот этот растопившийся от тепла рук, от тепла ножа жир. Тогда при вымешивании эти кусочки сала имели бы в готовой колбасе более четкую структуру, лучше были бы видны, был бы более четкий контраст, и колбаса была бы тогда в яркий цвет, и в нее очень четкие, аккуратные вкрапления по салу. Но так как у меня это не хребтовый шпик тугоплавкий, а часть грудинки, он достаточно легкоплавкий, и обдавать его кипятком смысла нет. Поэтому просто подморожусь слегка, пока в мясорубке будет измельчаться вот это мясо, и все. Поехали! Итак, фарш готов. Подмороженные кусочки сала я достал, уже все выложил. Сейчас все нужно смешать с солью и специями и пряностями. Сначала я запускаю процесс вымешивания для того, чтобы фарш стал однородным, и только потом понемногу буду выводить смесь и пряности. А смесь и пряности между собой все нужно смешать в водородную смесь. Смесь и смесь. Кламбур получился. Поехали! Так, что у меня здесь есть? Ну, полный список вы прочитаете. Сухое молоко, нитритная соль, это смесь пряных трав, это смесь специй, чеснок, белый перец, черный перец, декстроза для того, чтобы кормить стартовые культуры. А это непосредственно стартовые культуры. Я, как уже сказал, по совету Павла, увеличил их количество от необходимого в три раза. Чтобы все это дело более-менее равномерно внеслось в фарш, все это дело нужно, наверное, смешать заблаговременно вместе, а потом все это дело и вносить. Черный и белый перец я специально не измельчал, в труху не смалывал, а стал крупным. Черный немножко раздавил, но основная масса перчинок вообще осталась целая, а белый просто весь целый. Сделал это специально для того, чтобы в готовой колбасе на срезе те самые перчины попадались. Мне нравится, когда они на языке, потом при рожевывании взрываются таким ярким вкусом острым. В принципе, эта колбаса по задумке должна получиться очень острая. Так, ну здесь, наверное, уже все более-менее до однородности смешалось. Теперь можно потихоньку добавлять это дело в фарш. Так, все специи и пряности я уже внес. Теперь, пока это все дело вымешивается, поясню, что для чего. Колбаса сыра вяленая получается тем вкуснее, чем дольше она вялится. И вкус она набирает за счет того, что в ней работают как раз-таки соответствующие культуры бактерий. Именно они насыщают вкусами колбасу. В последствии своей жизнедеятельности им требуется и пища, так же, как дрожжам. И пищей для этих культур являются сахара. Причем некоторые сахара не умудряются съесть быстро, а некоторые долго. Самый хороший, самый доступный способ, собственно, накормить долго и хорошо эти культуры бактерий, это засыпать смесь кристалют, который продается, кстати, у Павла Ем колбаски, который состоит из мальтодекстрина и декстроза, по-моему, я сейчас не помню. Ну, короче, из сахаров, которые долго питаются. Декстроза – это виноградный сахар. У меня кристалюта нет, к сожалению. Паша, тебе минус. Это была шутка. Но у меня есть декстроз, виноградный сахар. Именно его я и добавил. Для рецепта с салями, именно этот рецепт я взял за основу, сюда требуется добавить красное сухое вино. И вот сейчас добавлю на вот эти мои 3 килограмма фарша с небольшим 3 столовых ложечки. Ну, сейчас еще повымешивается, минутки 3, может быть, 5, и поднагреется немножко фарш. То есть начнется уже процесс ферментации, я надеюсь. После чего нужно будет набивать колбасу. Так что у меня небольшой перерыв на установку колбасного шприца и на перестановку камеры. А у вас небольшая экскурсия по Коста-Бланке, аэр-экскурсия. Прошу заметить. Коста-Бланке, аэр-экскурсия. Итак, этап набивки. Я подготовился, заложил фарш в эту колбу. Для непостоянных зрителей канала говорю, что обзор этого китайского девайса, чудо-девайса, я давно уже делал на канале. Пройдите, вот щелкните в уголочек и смотрите. Либо вообще заходите в Skills and Tools, плейлист на канале. И там, смотрите, там все вот эти приблуды, которые я использую, там есть. Для, в качестве оболочки я использую оболочку Айцел, называется Айцел, тоже отъем колбаски. Эта оболочка хороша для сыровяленых изделий, потому что она, во-первых, влага и дымопроницаема, а во-вторых, скорость проницаемого прохождения влаги через нее очень небольшая. Соответственно, даже в условиях неидеальных, получается очень неплохо в ней завяливать продукты. То есть, с ней не быстро происходит процесс сушки. То есть, не успевает образоваться закал, например, и прочие прелести. Это из отзывов о этой оболочке. Опыта у меня с ней никакого нет, поэтому это фактически первое мое использование ее для сыровяла. Набивать сыровяленые колбасы нужно очень плотно. Они при завяливании дают хорошую усадку, поэтому, чтобы не образовались внутри полости воздушные, ее нужно очень хорошо утягивать. Вот, пожалуйста, один батончик есть. Во время обвязки я его еще дополнительно уплотню, утяну. Еще момент. Как я уже говорил, сыровяленые изделия тем вкуснее, чем дольше они завяливаются. Как вы прекрасно понимаете, колбаса такого диаметра, диаметр небольшой, завяливается быстро. Ну, потому что высохнет. Потому что готовность определяется степенью усушки. Когда 35-38% массы, 40-45% в некоторых случаях, потеряла колбаса, значит, она уже довярилась. Дальше никакие процессы ферментации уже практически идти не будут. Вернее, будут, но крайне-крайне медленно. Вот. А что делать, чтобы получить процесс ферментации, процесс сушки более длительный? Ну, кроме увеличения влажности. Да использовать оболочку большего диаметра. Это тоже Айцелл. Это диаметр 80 мм. Поэтому я сделаю несколько колбасок 40-мм и несколько 80-мм. Не получается у меня очень хорошо ее. Смотрите, большое количество воздушных пузырей. Придется это место прокалывать. Но, тем не менее, диаметр достаточно хороший. Хороший. Будем надеяться, что завяливаться она будет достаточно долго. Так, процесс набивки завершен. Теперь процесс обвязки. Очень важный момент. При обвязке нужно очень сильно углотнение батона, чтобы было как можно меньше воздушных пузырей. Я набил вот в эти большие, большую оболочку отвратительно просто. Крайне недоволен собой. Видите, вот есть пузырьки воздушные. Придется прокалывать в этом месте, чтобы их выгонять. И уверен, что это отрицательно скажется на качестве завяливания. Кстати, я не буду, наверное, в эти самих прокалывать. Все-таки просто постараюсь максимально уплотнить. Оставляю хвосты подлиннее шпагата, чтобы можно было еще потом, после отвисания, еще дополнительно вязать, чтобы еще сильнее уплотнить. Поехали. Процесс обвязки очень простой. Вы его сто раз видели. Сначала делаем петлю-удавку. Набрасываем ее на хвост. И обтягиваю. Чтобы уплотнить, делаю еще петлю. И забрасываю ее сюда. Со стороны батона. Как вы видите. Чтобы было за что подвешивать, сразу сделаю петельку для подвешивания. То же самое. Захлестнул. Вот, ухватился за эту. А это колечко сбрасываю. Уплотнилась, видите. И контрольная петля. А теперь надо перевернуть. И тянуть, тянуть, тянуть. Уплотнять, уплотнять, уплотнять. Здесь техника та же самая. Я взял. Сделал петлю. Сбросил. Еще одну сделал. Сбросил. Прежде чем затягивать, уплотнил. Очень плотно. Затянул узелочек. Еще разочек. Опять, смотрите, я подтягиваю. Вот с этой стороны затягиваю. Со стороны батона. Недостаточно плотный. Еще. Для того, чтобы после того, как она усядет, немножко подвялится, мне было чем еще его обвязать. Я сейчас не буду до конца обвязать шпагат, а оставлю подлиннее хвост, чтобы можно было еще дополнительно сделать перевязки. Вот так, наверное. Вот в результате у меня одна колбаса с длинным хвостом. И так же обвязываю остальные. Набивку завершил. Колбасу подвесил. И сейчас ей нужно провисеть, даже не при комнатной температуре, а при избыточном тепле. То есть 24, 26, даже 28 градусов в течение 36-48 часов. Ну, если прям будет жарко, там 28 градусов, то до суток можно дело сократить. Это время необходимо, чтобы старты начали работать. За это время они должны очень хорошо покрасить колбасу. То есть колбаса должна стать темнее, например, красного цвета. Вот и посмотрим, что произойдет через указанное мною время. Так что у вас перерыв. Нет, у меня перерыв. А у вас экскурсия по Коста-Бланке. Опять аэроэкскурсия. Итак, на данный момент эта колбаска у меня провисела при комнатной температуре почти 40 часов. Обратите внимание, как начали работать старты. То есть, да, несмотря на то, что они вроде как просроченные, я по рекомендации Павла наем колбаски увеличил их количество почти в три раза. И вот они работают прекрасно. Несмотря даже на то, что я по своей безлаберности такие отразительные условия хранения для них создал. Вот эти бумажки, которые вы видите. Здесь я для памяти за своего склероза записал рецептуру именно этой колбасы. И обратите внимание, вот дата и вес. То есть, я завесил эту самую колбаску. Вот вес на сегодняшний день, 350 граммов, к примеру. Это мне, опять же, для памяти. Потому что колбаса будет готова тогда, когда потеря влаги составит 35-38%. Если получится выдержать ее до еще большей потери влаги без появления закала, то есть, без появления подсохшей корочки, поверхности будет еще лучше. Короче, сейчас эта колбаса отправляется в холодильник на месяц, по крайней мере. У меня длительный перерыв, а вы после небольшой экскурсии по Коста-Бланке увидите уже готовый результат. Знаете, я вам завидую. Настало время снимать пробу. На самом деле, можно было бы подождать еще, но уже силов никаких нет. Я начинал готовить эту колбасу, судя по записям вот в этих вот моих бумажечках, 21 января. А сегодня уже 26 марта. Да, то есть, никакими там месяцами не пахнет. Но дело в том, что я колбасу эту сыровярил не в холодильнике, а отправил ее в свою камеру для сыровяла. Если кто-то пропустил, то щелкайте сюда и посмотрите. Не помню, он говорил про нее, нет? Так вот, и там она все это время у меня лежала. Я ее взвешивал на бумажечке, которую прикрепил к каждой такой колбаске. Я записывал ее вес на момент начала, на момент набивки и вес теперешний. Так вот, вот эта вот маленькая потеряла на сегодняшний день 73, вернее, 33% веса. То есть, осталось 67%. И ее уже можно резать, пробовать, есть, наслаждаться. А вот эта вот за счет большего диаметра даже и 70% не потеряла. Поэтому она будет продолжать вялиться дольше. Чем дольше вялиться продукт, чем дольше вялиться мясо, тем оно вкуснее. Тому пример хамон, который... Самые элитные, самые мощные сорта хамона могут вялиться 2 года. Даже 3 года есть такие. И вкус очень сильно насыщается. Вот в этой колбасе за счет большого диаметра скорость завяливания ниже. То есть, скорость потери влаги значительно ниже. Поэтому она может вялиться дольше. И ее я резать пока не собираюсь, конечно. Пусть дальше висит. А вот это давайте посмотрим, что там получилось. Так, ну и что же у меня в результате получилось? По запаху очень сильно напоминает как раз-таки ту самую салями Милана. Те разновидности итальянских салями, которые можно купить в нашей дыре. То есть, запах фенхеля присутствует достаточно насыщенный. И кисловатый привкус такой... Не привкус, кисловатый запах. Как большинство, кстати говоря, вот южных колбас, итальянских и испанских, по запаху так явно кислят. Это вкусная колбаса. Очень классно, когда попадается на зуб. Я специально взял кусочек с кусочками перца. Ломти колбаски с кусочками перца крупного. Надавится. Это классно. Слушайте, это классно. Она не чрезмерно сухая. Но еще достаточно большого количества жиров. Ощущение этой пересушенности не возникает. Очень даже неплохо. Слушайте, колбасу по такому принципу, наверное, можно готовить и вешать надолго. Ну, или оставлять в холодильнике, чтобы она вялилась, вялась, вялилась. То есть, если не использовать вот эту оболочку, айцеловскую, в которой медленно происходит завяливание, конечно, все будет происходить быстрее. Но я думаю, что вкус будет значительно слабее. Не такой ярко выраженный. Поэтому, если запастись терпением, набить такой колбасы сразу кучу, и пусть она себе вялится, поставить это делаю себя на поток, тогда после набивки, скажем, через 2-3 месяца у вас начнется тот самый конвейер, во время которого у вас постоянно будет колбаса, 3 месяца назад отправленная в холодильник, и следующие колбасы тоже будут отправлены в холодильник для завяливания. Короче, я более чем доволен этой рецептурой. Я однозначно буду готовить еще по этой рецептуре. Может быть, даже увеличу количество черного перца. Хотя, наверное, нет. Нет, наверное, его в меру. Вот сейчас продолжает, собственно, вот это тужение во рту от вершины, которую я скусил. Все очень классно. Да. Ну, огромное спасибо вам, что вы дождались этого процесса. Спасибо спонсору Самури за предоставленные острые ножи, вам за компанию, и отдельное спасибо тем, кто репостил эти видео. Присоединяйтесь ко мне на этом длинном и скучном пути сыроделия, сыроготовки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok